привет друзья я сергей бадю и вы смотрите мой новый фильм из цикла геройские выселки извините сергей николаевич камера здесь а почему я смотрю туда а камера там камера должна быть там куда я смотрю спецпроект шит и мяч этот проект посвящен тем людям тем мастерам которые использовали свои знания и навыки боевых искусствах служению родине для выполнения оперативных задач долгих три года я уговаривал нашего героя сняться в нашем фильме это реальный человек мы знаем друг друга 25 лет вместе учились в школе кгб ссср он прошел все горячие точки его знают все кто надо в нашей системе он один из ведущих специалистов по рукопашному бою фсб это не шутка встречайте спецпроект шит и мяч и спецагент код здравствуй охранник здравствуй собака меня знает каждая собака фсб старик о здравствуй дорогой запомните это лицо так выглядят настоящие русские ниндзя если вы завидите такого человека переходите на другую сторону дороги какое у вас великолепное здание какой у вас замечательный класс какой замечательный спортзал прекрасный зал серёнь вы хотели все знать про секретные системы про бесконтактные стили ребята ничего этого нет в помине я служу в 68 года 90-го года я работаю как инструктор как и серёжа мы познакомились с ним в 1990 году в высшей школе кгб мы поступили мы учились вместе он занимался шотокан каратэ я хочу чтобы серёжа показал вам из чего состоит реальное боевое прикладное каратэ поехали серёжа давай добро 7 уже дошел до кондиции до какой-то нужной нет когда еще пойдемте тимону не будем одевать не будем все тимону не уважаешь офицер фсб выглядит вот так выглядят наши джеймс бонды поехали ребят а 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 иногда перед спецназом фсб стоит задача уничтожение террористов прямо в городских условиях где нет возможности применять не только огнестрельное оружие но и специальные бесшумные и тогда вход идет старый добрый нож вот так вот страшно и быстро по роду своей оперативной деятельности очень часто сотрудники фсб сотрудники спецназа фсб оказывается в логове врага один на один с явно превосходящими силами и часто попадают кажется безвыходные ситуации но это только кажется а а не надо я сам я сам а а а а а а террористы я обращаюсь к вам хотите жить не связывайтесь с фсб ничего там завтра не удивляйтесь и ничего не предпринимайте заранее посоветую уже с товарищами ковровым и товарищем прыгем домой оставлю еще с последним обязательно смотрите коту 50 лет а он бегает ну покажи нам еще что-нибудь э а добрый день добрый день позывной этого человека пиночет все кто в курсе сейчас улыбнулись если вы не в курсе значит оно вам не надо скажите скажите пожалуйста может я что-то пропустил в своей жизни вы все-таки гораздо больше послужили чем я за все эти годы попадались ли вам на пути какие-нибудь там секретные стили у нас какие-то секретные мастера там бесконтактный бой в системе я могу сказать что последние 35 лет мы внимательно отслеживаем все наработки которые существуют в различных видах боевых искусств анализируем их и пытаемся взять на вооружение то что мы считаем наиболее эффективным ваши офицеры чем владели вот ваше подразделение в наше подразделение базовая техника считалась рукопашный бой и карате и в частности прикладное карате которое разрабатывали наши кубинские товарищи это базовая техника на основе которых мы готовили своих сотрудников и поныне насколько я понимаю работа и поныне эта работа строится именно на этой базе спасибо что дали разрешение снять себя хотя бы вот так друзья это отдельный человек это отдельная эпоха я очень надеюсь что когда-нибудь Родина разрешит мне снять фильм про него и когда-нибудь вы глянете в его глаза вы увидите его лицо это человек по кличке Центурион жаль я не могу вам его показать вы бы охренели да ладно что там такого ну а если серьезно в 88 году я кроме обычного карате тренировался таким же точным техникам это техники из методичек и нормативов рукопашного боя ГГБ СССР причем делает их сотрудник отвратно инструктор который лучший специалист ФСБ по рукопашному бою который вроде как является полевым сотрудником мой инструктор не был полевым сотрудником но делал техники гораздо более качественно и правдоподобно недаром он много лет посвятил изучению карате и он научил меня и я как ни странно их помню хотя я никогда не был ни сотрудником ни слушателем школы КГБ тогда я конечно делал не так хорошо как делал это сейчас по истечении многих лет освоения различных техник разных школ боевых искусств и я сделаю гораздо лучше и не наколбашу таких ошибок которые допустил этот полевой сотрудник и это не мудрено потому что сотрудники КГБ никогда не встречались со спецами у дел сотрудников КГБ была слежка за собственными гражданами за гражданским этакая контрразведка вы из контрразведки только не говорите мне нет тише прошу вас не шуметь и не сопротивляться так я ведь ждал этого момента всю жизнь родненькие вы мои пошли позвольте господин то пошли господин настоящей же разведкой в СССР занималась ГРУ а теперь зажмите уши ФСБ уникальное плоховство организация именно их перу принадлежит известное убийство кажется Индарбиева в Кувейте что ли какой то из арабских стран где полиция после убийства искала на всю страну двух довольно таки примечательных человек в арабской стране искали двух бандинов или тот же вариант с убийством Литвиненко в Лондоне это факт доказанный уже английскими спецслужбами они для убийства выбрали яд действие которого очень трудно идентифицировать кажется гениальным да но который светится как рождественская елка в течение всего периода полураспада и который показывает где они были что делали и как таким образом спалив всю агентуру где-то 2-3 человека сразив четверть Лондона отель где жили ресторан где обедали и даже собственного сына насчет фразы что они изучают все мировые стили но это голимое вранье уровень подготовки говорит сам за себя это все старые техники КГБ СССР из минимального набора уровень зачета для сотрудника охраняющего ворота ну на какую-нибудь дачу КГБ то есть эти 30 лет они ничего не делали в этом направлении и не потому что они не устарели устарели сейчас много отличных систем которые легко сделают суперагента Ворона а им пофиг а зачем когда вся страна трясется от ФСБ количество сотрудников таково что Россия сейчас занимает первое место в мире по количеству силовиков на душу населения что нам показала данная передача а то что уровень Рогозин на Марсе беспорядочно летающие ракеты псевдосамолеты пятого поколения которые еще немножечко летают но еще не могут воевать устрашение самолетами выпущенными при Сталине Ту-95 массово распространился ФСБ РФ с чем я их и поздравляю ладно бы я понимаю что если бы человек чего-то предотвратил и это бы показали короче что он делать то умеет кроме того чтобы на работе фигней страдать и единственный плюс что подтвердили мое видео по карате третью часть где я рассказываю о карате в системе КГБ СССР и что в ФСБ нет никакого бесконтакта а то мы не знали ну на этом все все что мог сказал всем спасибо за внимание пока подписывайтесь ставьте лайки и до встречи и до встречи если вы не любите кто-то вы знаете как я исполюю автор я вы 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 ну вы Субтитры создавал DimaTorzok